Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 73. Зачитаем Новый Завет с толкованием Блаженного Феофилакта и комментариями. Послание к филиппийцам, 2 глава, 8 стих. Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Толкование Блаженного Феофилакта. Смирил себя, дабы не подумали, что он снизошел недобровольно. Но аряне говорят, вот о нем сказано, послушен. Так что же, неразумные, мы и друзьям своим повинуемся, и это нисколько не уменьшает нашего достоинства. Как сын он добровольно повиновался отцу, показывая и этим свое сродство с ним. Потому что долг истинного сына – почитать отца. Обрати внимание на усиление выражения «не только сделался рабом, но и принял смерть». И еще более того, позорную, то есть крестную смерть, проклятую, назначенную беззаконником. Филиппийцам, 2.9. Восьмой Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Когда Павел упомянул о плоти, то смело говорит о всем его унижении, так как плоти – это свойственно. Таким образом, и эти слова, разумей о плоти, не разделяй единого Христа. Какое же имя даровано человеческой природе единого Христа? Имя – это Сын. Имя – это Бог, потому что сей человек есть Сын Божий. Как и Архангел сказал, «И рождаемое святое наречется Сыном Божиим» – Лука 1.35. Филиппийцам, 2.10. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Толкование. То есть весь мир – ангелы, люди и демоны, или и праведники, и грешники. Потому что и демоны познают, и непокорные подчиняются, не противоборствуя более истине, как они и прежде того времени говорили, «Знаю тебя, кто ты» – Лука 4.34. Филиппийцам, 2.11. «И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Толкование. То есть, чтобы все говорили, что Господь Иисус Христос есть Господь и Бог. В том заключается слава Отца, что Он имеет такого Сына, которому покоряется все. Видишь ли, что в прославлении Единородного заключается слава Отца? Так что, напротив, умоление Его составляет унижение Отца. Филиппийцам, 2.12. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Толкование. Увещание должно соединяться с похвалой, ибо через это они делаются более удобоприемлемыми. Поэтому и Павел превозносит филиппийцев, называя их возлюбленными, и говорит, как вы всегда были послушны, как бы говорить им следующее. «Я показал вам, что Сын Божий был послушен. Итак, подражайте Ему и себе самим, потому что тогда могло бы показаться, что вы все делаете из почтения ко мне. Если же и теперь покажете усердие к добродетели, то явно, что и тогда вы были таковы не для меня, а для Бога. Не ради себя, говорит, я увещеваю вас, но ради того, чтобы вы совершали, что относится к вашему спасению, со страхом, и при том напряженным и с трепетом, потому что без страха ничего хорошего не совершается, ни в науках словесных, ни в искусствах механических. Как же может родиться такой совершенный страх, если мы будем думать, что Бог присутствует всюду, все слышит и все видит, не только, что делается, но и что находится в мыслях? «Служите, — говорит пророк, — Господу со страхом, и радуйтесь с трепетом», — Псалом 2.11. «Радость же с трепетом бывает тогда, когда кто-либо, делая хорошее дело, и при том с трепетом, имеет чистую совесть, сказал, совершайте, а не просто делайте, то есть с великим старанием и заботой». Филиппийцам 2.13 «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Толкование «Сказав со страхом и трепетом, апостол теперь говорит, вы не смущайтесь этим, я сказал это не за тем, чтобы ты отступил от добра, но чтобы был внимательнее, потому что если ты будешь усерден, Бог все в тебе будет совершать. «Ибо Он сам дает нам и расположение к добру, и самое доброделание доводит до конца. Бог производит в нас хотение, то есть содействует нам в желании добра, и укрепляет нашу добрую волю, и вместе возбуждает ее рвение. Или иначе, так как Он сам завершает дело, а мы, люди, направляем свое желание к тому, что видим уже совершившимся. Посему апостолы говорит, что из самой хотения производится Богом. Например, ты чего-нибудь пожелал, ты тотчас же начал это делать. Если же последовало завершение дела, в тебе рождается еще большее желание делать то же дело. Если же нет, то воля твоя становится слабее. Итак, если от Бога зависит окончание дела, и оно возбуждает и наше желание, то совершенно справедливо апостол говорит, что и самое желание зависит от Бога. Или же Павел говорит из чувства великой благодарности, что самое желание производит в нас Бог, подобно тому, как и Добродетель, Он называет даром, не отрицая свободы выбора, но желая, чтобы мы всегда были благодарны и все относили к Богу. Заметь выражение, вы вас, то есть, которые соделываете спасение со страхом и трепетом, потому что в таких только людях Бог совершает все по своему благоволению, то есть, чтобы исполнилось на вас благоволение и его благая воля, именно чтобы мы жили так, как Он сам хочет. Итак, будьте уверены, Бог всячески будет помогать вам жить право, если не ради чего другого, то ради того, что это Ему благоугодно. Филиппийцам 2.14 Все делайте без ропота и сомнения. Толкование. Дьявол, когда не в состоянии бывает совершенно отклонить кого-либо от добра, приводит его или в отчаяние, или к тщеславию. Если же и этого не может сделать, то внушает ему ропот или сомнение или неверие. Так как филиппийцы подвергались искушениям и постоянным опасностям, то вследствие этого многие из них выпадали в ропоты богохульства. Апостол поэтому и говорит, «Все делайте без ропота», потому что кто ропщет, тот становится неблагодарным и злоречивым. Под сомнением апостол разумеет колебания мыслей. Например, если бы, когда предлежит исполнить заповедь, стали говорить, «Да будет ли мне награда?» Да хорошо ли это? Ибо такого рода сомнительных помышлений допускать не должно. Но делать с уверенностью, требуется ли труд или напряжение, не следует допускать колебания. Филиппийцам 2.15 «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Толкование. «Тодесть безукоризненными и незапятнанными, потому что ропот подлежит наказанию. Это потому, что говорит с филиппийцами, как со свободными». Послушай далее. «Итак, роптать свойственно рабам и неблагодарным, потому что какой сын, трудясь для своего отца, из себя самого ропщит? Я знаю, что многие ведут борьбу против вас, вынуждая вас таким образом к ропоту. Но в том-то и есть наивысшая похвала, если кто и возбуждаемый другими, ничего такого не делает». Филиппийцам 2.16 «Содержа слово жизни, похвалимая и в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». Толкование. «Как звезды светят во тьме, так и вы, будучи правыми среди неправых, старайтесь больше светить, потому что выражение, в котором вы сияете, должно иметь значение повелительное, содержа слово жизни, то есть имея в самих себе семя жизни и впредь намереваясь так жить, и теперь уже имея в себе залог спасения. Или, как светило светит и оживляет тела, грея их, так и вы стараетесь быть животворной силой для прочих людей. «Пусть, говорит, ваша добродетель будет такова, чтобы не только вас приводила к жизни, но и меня явила более славным в пришествии Христова. Моя слава заключается в том, что я вас воспитал такими, и что труд мой у вас не был напрасным». Филиппийцам 2.17 «Но если я и соделываюсь жертвы за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам». Толкование «Хотя, говорит, я и умираю, ибо смертью называет принесением жертву, я соделываюсь жертвой за жертву и служение веры вашей, то есть соделав прежде вас жертвой Богу, посвятив вас на служение Богу и соделав прежде верующими. Но ввиду смерти я нисколько не печалюсь, но радуюсь и сорадуюсь всем вам, радуюсь тому, что делаюсь жертвой, сорадуюсь же тому, что приношу вашу веру Христу как жертву». Филиппийцам 2.18 «А всем самым и вы радуетесь и сорадуетесь мне». Толкование «Радуетесь тому, что и вы сами принесены в жертву, ибо принося себя в жертву, я радуюсь этому». Филиппийцам 2.19 «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». Толкование «Как все, так и посольство Тимофея он приписывает Христу». «Я уверен, говорит, что он облегчит то, чтобы вам, с одной стороны, утешиться духом, когда узнаете через все письмо о моих делах, именно о том, что благовествование шло успешно, и что дела врагов разрушены. С другой стороны, чтобы и мне утешиться, когда узнаю о ваших делах, о которых меня должен точно уведомить Тимофей». Уведомить. Уведомить. Филиппийцам 2.20 «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас». «Я мог, говорит, и другого послать, но нет никого равного мне по усердию, кроме этого, то есть заботивающийся о ваших делах, подобно мне, который бы искренно, то есть отечески, стал пищись о вас. Обрати внимание, как он заботится. Когда ему самому не было удобного времени прийти к ним, он посылает других, чтобы руководимые ни в какое время не предавались беспечности». Филиппийцам 2.21 «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Толкование. «То есть ищут своего собственного спокойствия и безопасности, так как никто свободно не пожелал бы взять на себя такого путешествия. Говорит же это, и восхваляя Тимофея, и вместе с тем, научая слушателей не искать покоя, потому что кто ищет его, тот не ищет Христова. Увы, насколько же мы далеки от Христа». Филиппийцам 2.22 «А его верность вам известна, потому что он, как сын Отцу, служил мне в благовествовании». Толкование. «Вы сами, говорит, свидетели того, что он служил мне, как сын Отцу, не только в телесных нуждах, но что гораздо важнее в благовестии. И так, как сын мой, он достоин чести, а как служитель Божий, тем более. Через это он рекомендует им Тимофея, не столько ему оказывая честь, сколько делая добро для них. Ибо если они будут внимать ему, как достойнейшему, то от его слова, конечно, получат пользу и удостоятся высшей награды». Филиппийцам 2.23 «Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Толкование. «Когда увижу, какой сход будут иметь мои дела, я тотчас же, то есть немедленно, пошлю его». Филиппийцам 2.24 «Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам». Толкование. «Я не потому посылаю Тимофея, что совершенно отказываюсь от прихода к вам, но с тем, чтобы, как уже сказал, в этот промежуток времени порадоваться, узнав о ваших делах. Обрати внимание, как он приход свой к ним поставляет взамисимость от Бога, говоря, «Я уверен в Господе», то есть, если благоволит Бог». Филиппийцам 2.25 «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епофродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей». Толкование. «С похвалой посылают и этого, подобно Тимофею, и по той же самой причине, о которой мы сказали выше. Сподвижник больше спаспешника, потому что в делах безопасных может кто-нибудь содействовать. Сподвижник же содействует в опасностях. А вашего посланника, то есть, посланного вами ко мне, я возвращаю вам, ибо они через него посылали необходимое Павлу. Или же вашего апостола, значит, вашего учителя». Филиппийцам 2.26-27 «Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилось мне печаль к печали». Толкование. «Знай, я, говорит, что вы любите его и о печали на его болезни, он желает поэтому видеть вас, чтобы освободить вас от печали, которая постигла вас из-за его болезни. Здесь же он представляет и нечто другое. Оправдывается пред ними, что он поздно посылает его к ним, говоря приблизительно так. Это произошло не по небрежности моей, но Тимофея я удерживаю при себе как единодушного со мной». Ипофрадит же заболел, и потому не мог прийти ранее, так как болезнь была продолжительна, и он был даже близок к смерти. «Что ты говоришь, манихей? Если мир, а в нем и жизнь, по-твоему, есть и зло, то как теперь апостол называет оставление Ипофрадита в жизни милостью Божией?» Еретики на это не могут ответить. Но христиане могут спросить, если добро разрешиться и быть со Христом, то почему апостол называет земную жизнь Ипофрадита милостью Божией? Или потому, что Ипофрадит, который был учителем, продолжая жизнь, должен был весьма многих обратить к Богу, что, как сказано выше, более нужно, чем разрешиться? Или же Павел говорит многое, применяясь к общему обычаю слушателей, и не везде философствует. Он говорил людям, которые были привержены к жизни и которые боялись смерти. Кроме того, настоящая жизнь сама по себе есть добро. Иначе почему бы апостол стал полагать в числе наказаний безвременную смерть? Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. 1 Коринфянам 11.30 Ибо будущая жизнь злого человека вовсе не лучшая жизнь, потому что не добра, а доброго лучшая. Видишь ли, как он здесь ставит высоко Ипофрадита, когда восстановление его здоровья считает особенным благодеянием Божиим и особой милостью. то есть, чтобы вместе с печалью, которая произошла у меня вследствие его болезни, я не имел другой печали, которая могла бы произойти от его смерти. Филиппийцам 2.28 Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален. Толкование. То есть, немедленно послал с тем, чтобы вы, увидев его, освободились от печали по поводу его болезни. Или лучше, чтобы возрадовались. Как же я могу быть менее печален? Так что, если вы будете радоваться, я точно так же буду радоваться. Я не сказал беспечален, но менее печален, показывая этим, что душа его никогда не была вполне свободна от печали. Кто, говорит, изнемогает, с кем бы и я и не изнемогал? 2 Коринфянам 11.29 Филиппийцам 2.29 Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении. Толкование. То есть, примите благоугодно, по Богу, или как приличествует святым. Это, говорит Павел, для пользы самих филиппийцев, потому что больше бывают пользы делающему добро, чем приемлющему. Что бы ни показалось, будто благопрепятствует одному Непафродиту, повещевая чтить всех вообще, показывающих такую же добродетель. Филиппийцам 2.30 Ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне. Толкование. Филиппийцы послали Епофродита к Павлу с тем, чтобы он доставил ему потребное. Он нашел Павла в Риме, в опасности, так что небезопасно было приближаться к нему, ибо сам царь был против него. Тогда-то, пренебрегший всякой опасностью, он послужил Павлу. Об этом теперь и говорит Павел. Заметь, не сказал, за меня, но за дело Христова, подвергал себя опасности, то есть обрекал себя на смерть. Если он и не умер по Божьей устроению, то все-таки явил готовность к тому. Так и мы, когда увидим святых в опасности, не будем щадить себя, потому что подвергать себя опасности в делах подобного рода и есть наша безопасность. Вы, говорит, не были в Риме, чтобы послужить мне телесно, хотя прислали потребное для меня. Это то, чего вам не доставало. То есть, что вы не послужили мне руками и телом, он один исполнил, услужив мне вместо всех вас. И потому он достоин великого благорасположения с вашей стороны, так как сделал за вас все, что следовало сделать всем. Так обсуди же, как он это дело называет и служением, и восполнением недостатка, то есть обязанностью, неисполнение которой есть в них недостаток. дабы показать, что долг и обязанность пользующихся безопасностью помогать находящимся в опасности, и тот, кто не делает всего, нарушает обязанность, так как не исполняет общественного служения. И так, дабы они не возгордились и не погубили свои награды, подумав, что они сделали нечто великое, он этим именем недостаток назвал это дело, научая их тем самым думать о себе скромно, так как они сделали то, что должны были сделать. Филиппийцам 3 глава 1 стих. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе, писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Толкование. Так как филиппийцы находились в печали, не зная, в каком положении находятся дела Павла, как обстоит дело проповеди, в каком положении болезнь Ипофродита, и он все это разрешил, сказав, что и проповедь преуспевает. И я иду к вам. И Ипофродит уже послан. То апостол Павел говорит, впрочем, радуйтесь, потому что нет уже причины не радоваться. Галатов он называет чадами, так как они нуждались в исправлении, а филиппийцев братьями, поскольку относятся к ним с уважением. Прекрасно сказал о Господе, так как мирская радость не есть радость, а в Господе и скорби доставляет радость. Или поскольку Господь облегчил наши дела, то радуйтесь. Предпослав многие хвалы, он начинает делать увещания, чтобы не показаться в самом начале тяжелым. Филиппийцам 3.2 Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Толкование. Были некоторые иудеи, которые, искажая христианство, проповедовали Евангелие, примешивая к нему и иудейские воззрения. Так как они нелегко могли быть узнаны, то апостол говорит, смотрите, берегитесь, обращайте внимание на то, чтобы их не было между вами. Прежде назывались псами-язычники, а теперь такие иудеи, потому что они бесстыдны, наглы по отношению к свету истины и всех злословили. Здесь он лишает их даже звания, название псов, потому что многие псы, говорит, бывают близки к трапезе, а также оберегают дома своих господ, а эти, хотя и действуют, но назло, и действие их гораздо хуже самого бездействия, так как расстраивают благоустроенное. Берегитесь обрезание, то есть имеющих обрезание, великим и драгоценным сочеталось некогда у иудеев обрезание, когда ради него нарушалось даже и суббота, а так как теперь оно упразднено, то оно осталось ничем иным, как просто отсечением плоти, ибо когда это действие перестало быть законным, то оно ничто иное, как отсечение плоти. Или берегитесь обрезание, то есть иудеев, которые старались разделить церковь. Филиппийцам 3.3 Потому что обрезание, мы, служащие Богу, Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, Толкование. Если, говорит, следует искать обрезание, то вы найдете его у нас, которые духовно, то есть душою и умом, служим Богу. Обрезанные в душе и ею служащие Богу, вот кто имеет истинное обрезание, настолько высшее, насколько душа выше тела. Не сказал, у нас есть обрезание, но мы, ибо человек, это и есть обрезание, соединенное с добродетелями. И опять не сказал, в них есть обрезание, но сами они, суть погибели, зло. Итак, что лучше, хвалиться Христом, обрезывающим наши сердца, и возводящим через крещение в достоинство Сынов Божиих, или же хвалиться во плоти, то есть гордиться плотским обрезанием, потому только, что не Чадаврама. Филиппийцам 3.4 Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто-то другой думает надеяться на плоть, то более я, полкование. Если бы я, говорит, происходил от язычников, то мог бы кто-нибудь сказать, что я потому осуждаю обрезание, что будто не имею благородного происхождения иудейского. Теперь же я сам, имею то же самое, чем вы хвалитесь. Надежду и похвалу плотским обрезанием. И так очевидно, я осуждаю обрезание не потому, будто я лишен. Как вы говорите, ваше благородство, но ради самой истины. Обратив внимание на его мудрость, никого не назвал по имени, чтобы такой речью не возбудить ненависти. Выражением же, если кто другой думает, показывает, что другие вынудили его подобным словам. Прекрасно сказал, думает, или потому что иудеи не могли настолько надеться на обрезание, сколько он, или же потому, что надежда на обрезание не истинная, а только кажется такой. Филиппийцам 3.5 Обрезанный восьмой день из рода Израилева, коленовине Аминова, еврей от евреев, по учении фарисеей, толкование, чем особенно они хвалились именно обрезанием, это он ставит на первом месте. Выражением восьмой день он показал, что не был празелитом, то есть не от родителей празелитов, а из рода самих же израильтян, то есть из более знаменитой части рода, ибо все касающееся священства было в уделе этого колена. Что касается моих предков, то я, говорит, происхожу от знатных иудеев. Можно было быть из рода израильтян, но не евреем от евреев, ибо у многих дело было испорчено тем, что они не знали даже еврейского языка, живя в рассеянии между язычниками. Они точно соблюдали Писание. Я же, говорит, еврей, то есть сохраняю этот характер. Или же апостол указывает этим на свое особенно благородное происхождение, о чем апостол выше сказал, именно об обрезании, происхождении из рода Израилева и так далее. Все это не зависело от власти его. Теперь же он говорит о таком деле, которое совершенно по его собственному избранию. По учению говорит фарисей, то есть по изучению закона. Фарисеи были самой знаменитой сектой у иудеев. Филиппийцам 3.6. По ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочной. Толкование. Так как некоторые из среды фарисеев были не особенными ревнителями закона, то апостол говорит, что я был ревнителем настолько, что преследовал учеников Христа. Так как многие были ревнителями из любоначалия и по другим видам, а не ради закона, то апостол говорит, что будучи непорочным, по правде законной, как бы я мог быть гонителем ради чего-либо человеческого, а не по ревности божественной. Все. Благодарю.